После планирования спринта мы фиксируем самые основные моменты со спринта и далее проводим стендапы в спринте именно в вкладке сообщения. Сообщение это такое поле для сообщений в рамках этого проекта для участников этого проекта. То есть, например, после того, как мы провели спринт, спринт планирования спринта, мы пишем основные моменты, а тем лидер, проектный менеджер или команда, то есть команды, мы обязательно должны зафиксировать наши цели, наши основные задачи этого спринта в виде сообщений. Допустим, мы пишем спринт планирования номер 24 или 25, наши цели, Капасити тейкин, например, сколько мы тут труда пойдут на капасити взяли, да, в этом спринте. Мы взяли, например, 37, человек в команде, например, 5 и так далее, и так далее. Основные задачи, ссылки на нужные файлы и так далее. Все, что необходимо для того, чтобы дать краткий обзор этого спринта в одном сообщении. Мы его отправляем. Дальше. Вторник, среду, четверг, пятницу, после планирования спринта в понедельник мы проводим стендапы. Стендапы — это короткие, синхронные встречи для того, чтобы команда синхронизовалась между собой. И стендапы мы также фиксируем просто в виде сообщения в рамках нашего планирования спринта в этой же секции Ивасан. То есть стендап номер 24, да, или номер 25, скажем, точка 1, первый стендап в спринте номер 25. Мы делаем его обзор. Допустим, Арген занимается... У нас есть три основных вопроса. Что ты сделал вчера, что ты будешь делать сегодня, если у тебя блоки, что-то, что тебя блокирует. Поэтому каждый человек отвечает на вот эти вопросы. Прописывается ответ. И потом второй человек. И третий, и так далее. Каждый человек в команде должен прописать свой ответ на каждый из этих трех вопросов. Сендапы очень важны, потому что они помогают избежать мискоммуникации и какого-то возможного дезориентира в команде. Когда команда делает что-то не так, что-то неправильно, где-то заблокировалось. Это буквально 5-минутное собрание, 5-10 максимум минутное собрание, когда вся команда отвечает на вот эти три вопроса. И все. Все понимают, что делают, где у нас есть блоки, на каком этапе мы находимся и идем ли мы правильно в соответствии с нашими целями спринта. Делаем ли мы определенное количество задач, поинтов. Идем ли мы к нашей цели спринта и завершаем ли мы нашу работу вовремя. Это те основные моменты, которые дает понять стендап в команде. Мы провели первый стендап, мы его сюда отправили. Мы провели второй стендап. Также его сюда отправили, например, и т.д. Или же можно, кажется, стендап оформить отдельным новым сообщением. Так тоже можно. Это уже как удобнее воспринимать информацию, возможно. Или в зависимости от количества коммуникаций в команде. Например, стендап. Третий можно оформить отдельным сообщением. И он появится вот так вот. Обзор на спринт, стендапы мы проводим в сообщениях. И, в принципе, любая почти что коммуникация или сообщение может быть отправлено в сообщение. Не обязательно стендап или планирование спринта. В комментариях, соответствующие задачи, в бэклоге, в сообщении у нас основная коммуникация на 99% проходит именно в Асане.